Хочу рассказать о том, как проходят онлайн-уроки в моей школе с детками и с подростками. Когда родители доверяют мне своих детей, я понимаю, что эти уроки — это инвестиция в образование детей. И родители хотят не только, чтобы дети могли сыграть какое-то конкретное произведение, или, допустим, лунную сонату, но чтобы дети смогли развить свои творческие навыки, чтобы смогли занять свое свободное от школы время. Поэтому основная задача обучения — это помочь ребенку научиться просто читать и понимать ноты так же просто, как он читает книгу. Допустим, вот у нас нотки. Возможно, на первый взгляд показаться, что это вообще какой-то набор несвязанных символов, но это просто потому, что мы не знаем, как читаются эти символы. Вот когда мы берем, допустим, книгу, открываем, мы можем прочитать текст, потому что мы знаем буквы, мы знаем слова, как они складываются в предложении, и мы понимаем смысл. Так вот, моя задача — научить ребенка читать ноты, понимать смысл и смочь сыграть любое произведение, будь то классика или попса, на фортепиано. И даже если пройдет, допустим, 10-15 лет, он смог бы открыть любую песню, которая будет популярна, которую он захочет сыграть, и ее исполнить на фортепиано. Поэтому я не обучаю детей одной-двум песенкам. У меня складывается целая система обучения. Сейчас вы можете подумать, ну, наверное, система обучения — это как-то слишком сложно, мы хотим научиться только для себя играть. Сейчас я вам расскажу о том, что, несмотря на то, что у меня довольно-таки академическая, серьезная база знаний, я окончила консерваторию, училась в музыкальном колледже и работала в филармонии, я всегда стараюсь сделать так, чтобы ребенку было интересно, не делать уроки пресными и сухими, как в музыкальных школах они могут быть, а помочь ребенку полюбить музыку и разбираться в ней. Что я делаю для этого? Ну, во-первых, у меня есть очень интересные разные материалы, как мы учим ноты. То есть, если мы учим ноты, допустим, я вам показываю сейчас детскую книжку для 6-7-8 лет, мы начинаем с самого нуля, смотрим нотки, как они пишутся. Допустим, уроки с альфеджио, тоже очень все интересно, и на самом деле я сама люблю рассматривать эти тетрадочки и книжки, и всегда немножко завидую своим ученикам, потому что в моем детстве таких книг интересных не было. Второй момент, как я заинтересовываю ребенка, это мы выбираем определенный репертуар, который нравится ребенку. То есть, мы с ним обсуждаем, что ты хочешь играть. Если ребенок хочет играть, допустим, песню из мультика «Холодное сердце», допустим, песня Эльзы, мы возьмем эту песню и сделаем так, что он сможет ее сыграть. Параллельно с этим мы можем взять какое-то классическое произведение и оттачивать на нем навыки. То есть, это такой очень смешанный репертуар для того, чтобы ребенок был вовлечен в процесс. Потому что, если ему не будет нравиться то, что он играет, он, соответственно, не будет и учиться. Он, соответственно, не будет и достигать какого-то результата. Следующий момент, это то, что я даю разные приложения в телефон для того, чтобы ребенок мог учить там ноты. Допустим, он едет в школу, может открыть это приложение и быстренько повторить нотки. И так обучаться. Ну, на самом деле, по поводу именно процесса обучения, у меня есть такой главный девиз. Самое сложное на уроке повторение и самое простое дома. Я делаю это для того, чтобы даже если родители не знают нотной грамоты, не учились в музыкальной школе, чтобы они, так сказать, не были вовлечены в процесс именно обучения. Чтобы ребенок мог на уроке учить что-то такое самое сложное, я бы ему объясняла, и потом дома он закреплял этот материал. И даже если что-то он подзабыл, он мог бы написать мне и спросить. Я ему сразу же отвечаю. Какая система образования? Я вам сейчас расскажу все по пунктам. Первый пункт. Мы учим ноты. То есть мы смотрим, как располагаются ноты на нотном стане, на фортепиано и на клавиатуре. Далее мы изучаем длительность. Понятно, что музыка это искусство во времени, и именно длительность каждой ноты, она очень важна. Поэтому мы изучаем длительности, потом различные средства музыкальной выразительности. Делаем какие-то упражнения на технику, для того, чтобы пальчики были готовы к этой нагрузке. Параллельно с этим мы берем одно-два произведения и уже на практике вот эту вот всю теорию применяем. По поводу соотношения теории и практики к каждому ученику подбирается все индивидуально. Некоторым детям нужно объяснить все до мелочи. То есть почему тут стоит диез? Как он здесь появился? На что он влияет? Или, допустим, пиано. Как мы делаем пиано? То есть мы представляем, что наша клавиатура это 100%. Чтобы нажать пиано, мы должны расслабить руку и на 20% погрузить в клавишу. Тогда ребенок поймет, и ему легче будет играть. Есть совершенно другие дети, у которых восприятие немножко по-другому. Им нужно сказать, вот посмотри, сравни, попробуй, попробуй. И он таким методом быстрее поймет, как делать пиано на фортепиано. Поэтому каждому ученику я подбираю свою методику и свой подход. Еще плюс того, что я никого не гоню в шею. У нас нет никаких технических, академических зачетов. Поэтому темп продвижения и обучения у ребенка, у каждого ребенка свой. Понятно, если я увижу, что ребенок ленится, я, конечно, его постараюсь промотивировать. И все-таки мы же работаем на результат, поэтому всегда будет отслеживание результата. Я даю домашнее задание ребенку, он его выполняет. Как выставлять камеру? Обычно камеру мы ставим возле клавиатуры. То есть вы можете либо купить такую кольцевую лампу и ставить на штатив телефон, как вот у меня сейчас стоит, она светит мне в лицо, либо ставить сбоку фортепиано. Вот вы можете увидеть мою фортепиано, и там рядышком стоит маленький столик и ваза. Это ваза два в одном. И ваза, и держатель для телефона. То есть вот ваза, я ставлю телефончик рядышком, и так, чтобы была видна клавиатура. Ребенок также ставит телефон рядышком, и я вижу его руки и клавиатуру. Но на самом деле мне не обязательно видеть клавиатуру, потому что если ребенок нажимает неправильную ноту, я сразу же это услышу. Ну, у меня просто такой слух натренированный, что я могу это сразу же вычислить. Что еще по поводу онлайн-занятий? Возможно, вы можете подумать, что онлайн не совсем практично, потому что могут быть какие-то сбои в интернете. Возможно, два года назад это было не совсем приятно, но за этот период такие платформы, как Zoom, Instagram наладили лучшую связь и лучшую картинку и звук для того, чтобы проводить онлайн-занятия. Единственное, что у вас должен быть хороший интернет, для того, чтобы действительно ничего не зависало. Но это мы сможем с вами проверить на пробном нашем занятии. Далее, есть такой вопрос или стереотип о том, что нельзя поставить руку онлайн. Тут, так сказать, сейчас я вам объясню, в чем загвоздка. Загвоздка в том, что вся сложность идет на преподавателя. В том, что, конечно, легче взять ребенка за руку и поставить пальчик и сказать вот этот сюда, этот сюда, этот сюда. Поехали! Теперь мне придется онлайн, так сказать, воззвать ко всем своим речевым преимуществам, взять свой словарный багаж и попытаться ребенку объяснить. То есть не просто сказать, показать, вот делай так, а объяснить, почему мы должны именно сделать так. Не так, не так, не так, а вот так вот. И ребенок уже будет пропускать постановку рук уже через свой фильтр и контролировать вот эту вот постановку руки. Каникулы и отмены уроков. Если вы уезжаете на каникулы, допустим, летом вам нужно на море, мы останавливаем занятия, и в любое время вы можете снова их возобновить. Если вы покупаете абонемент, допустим, на 4 или на 8 занятий, и какой-то урок вы пропускаете, если вы заранее меня об этом предупреждаете, то урок не сгорает. То есть мы просто его передвигаем на следующую неделю или на следующее время. То есть в этом плане я довольно-таки лояльна по сравнению со своими коллегами. Что еще хочу сказать? Ну, я думаю, что все. Это основная информация, которую я хотела вам сейчас рассказать. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы в плане обучения, в плане расписания, пишите мне вконтакты, которые я оставлю ниже.